Приветствую всех рыбоходников! Сегодня мы отправились на Весновку. Это означает, что у нас наступил май месяц и сегодня мы будем охотиться на водоплавающую утку. Сегодня вам покажу много интересного. Очень простой способ, как можно набрать березового сока. Ну и не забудьте подписаться на канал, поставьте лайк, поставьте комментарий какой-нибудь, чтобы было мне приятно. Ну а мы поехали до места, где нас сейчас уже ребята ждут. Ну и желаю всем приятного просмотра. Сейчас вернули на финишную прямую. Вот по такой гравийке сейчас придется 10 километров проехать. Там местами придется преодолеть еще ямы с большими лужами. Вот у меня товарищ на Шкоде Октавии едет. Ну надеюсь мы проедем все. Там ребята уже на месте и ждут нас на двух резиновых лодках. Вот по месту разгрузимся и поедем нас там. Вот такие у нас болотистые места. Такие вот видите, маленькие елочки, карликовые сосны. Здесь очень много клюквы по осени. Там вот впереди участки с ямками лужи. Это перетекает с болот таявшая вода, то есть таявший снег. Ну вот приходится по таким дорожкам проезжать нам. Ну вот снег в лесу еще лежит. Нам еще чуть-чуть проехать через лес и мы на месте. Конечно проехал, это же Шкода Октавия. Башкирия рулит. Вот приехали на место, разгрузились, потом в лодке загрузились. Отправляемся на стан. Леха придай всем привет. Привет всем. Вот такой у нас палаточный городок. Это зимняя палатка, которую я применяю зимой. И вот еще три палатки. Нас пять человек. В принципе нам хватает. Расслужились неплохо. А теперь мы идем пилить дрова. Значит вот такая небольшая заводь. Вот сейчас будем расставлять вот такие вот манчуки. Вот и будем сидеть в засаде. Установили мы манчуки. Вот они сзади. Вот там вот видите, да? Вот там вот плавают. Вот такая небольшая заводь. Сейчас уже вечереет. Солнце буквально почти садится. Еще часик и короче оно сядет. Ладно, продолжим. Сегодня мы не настреляли уток, но решили сегодня уху сварить. Вот сейчас варится уха. Вот такая вот кастрюлька у нас большая, 10-литровая. Вот и в общем с ребятами мы решили, собрались поварить езя. Значит я вам расскажу, как я сегодня готовил уху. Изначально я положил картошку. Через какое-то время, 10-15 минут положил рыбу вариться. Значит потом положил 3 луковицы. Где-то через минут 33 больших луковицы. Сейчас я буду резать морковку, добавлять муху. И далее будет перец горошком, лавровый лист. Потом в конце, в самом конце будет идти зелень. Значит добавляем рюмку водки. И вот такой вот уголек, он уже полностью сгоревший. Вот, вот этот уголь добавляем в уху. Ну это всегда было, это всегда была традиция. Все. Ну все у нас уха готова. Вот, сейчас будем наливать своим друзьям, своим коллегам. Давай Леха. Ух, какая вкуснятина-то. Вообще вкуснятина. Ох, как пахнет. Красиво так смотрится. Как пахнет вообще классно. Давайте. Давай, наливай. Выбьем за уху. За приготовленную мной уху. Ну. Ну еще хотел вам продемонстрировать, короче, очень хороший фонарик. Вот Леха купил на Алиэкспрессе. Я, если что, ссылку в описании оставлю. Причем работают оба одновременно. И сейчас я вам продемонстрирую, как он вообще вдаль бьет. Да, кучность света очень большая и очень далеко бьет. Есть две кнопки. Получается, на один фонарик. Вот этот. И на второй фонарик. Это вот на такой. Вот. Вот он светит. Мы его в палатке применяем. Так что ссылка будет в описании на такой фонарик. Если что, заходите. Смотрите, сколько стоит. Ну, около полторы тысячи стоит. Короче, парни, хорошая штука. Пойдешь? Покупайте, заказывайте. Алиэкспресс рулит. Хорошая, очень хорошая. Мне очень понравилось. И я себе тоже такой закажу. Распилили мы крест-накрест. Значит, вот это вот бревнышко. Сейчас туда бензинчика зальем. Вовнутрь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Немного. Вот. Сейчас мне Леха поможет. Давай, Лех. Будем распаливать. Дрюк, аккуратно. Опа. Он разгорится. Потом поставим сверху чайник. Вот. И можно будет согреть чайник. И потом чай попить. Просто, просто и легко. Ну, все. Ждем. Ждем, пока скипит чайник. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас у нас утро. Где-то 8 часов утра. По времени. Вот. Подогрели уху. И сейчас мы употребляем уху для того, чтобы набраться немножко сил для сегодняшнего продолжения дня. Кстати, уха еще вкуснее, чем была вчера. Сегодня она настоялась, наварилась. И вот сейчас у нас такой небольшой стол. Мы употребляем. И очень вкусно. Всем советуем так же приготовить, как я готовил, как вам показывал. Сегодня у нас второй день охоты. Вчера посидели с ребятами. Ни одной поколудки не пострелили. Ну, стайки летают где-то там в стороне. Видно было их. Ну, не получилось. Вот. Сегодня я хочу вам показать, как вообще добыть простым способом березовый сок. Вот. Для этого я взял, значит, веревку, чтобы привязать бутылку. Молоток. Гвоздь вот такой вот. И трубочку. Сейчас я покажу вам, как это все вообще можно сделать легко и быстро. Забиваем в саму березу. После этого берем вот такими вот движениями, расширяем нашу дырочку, отверстие. Еще забиваем дальше. И еще раз. Такими движениями. Вот он, сок пошел уже. И вот так вот вставляем трубочку. Ну, и вот, как видим, у нас уже пошел сок. Вот, начал капать. Осталось только нам подвязать бутылку. Все. И опустить трубочку в бутылку. Ну, вот, готов наш питьевой источник. Я, значит, привязал ее в трех местах, для того, чтобы ее ветром не болтало, так как бутылка большая. Вот. Пришлось привязывать в трех местах, чтобы трубочку не сбило. Если будет бутылку болтать туда-сюда, то трубочка просто вовнутрь упадет, и все. Мы не добудем наш березовый сок. Как видите, уже процесс пошел. Капля за каплей. Таким образом, мы постараемся наполнить нашу вот эту пятилитровую бутылку. Ну, все. Вот рыбоохотники нас покидают. Идем завтра на работу. Отчаливают домой. А мы их провожаем. Счастливо, пацаны! Счастливо, пацаны! Сейчас 4 часа дня. Вот. И я решил сделать себе лежанку, поспать. Пару часов посплю. Так как сейчас моторы туда-сюда ходят, они мешают, и дичь не летает. из-за этих моторов, блин. Ну, все. Всем приятного просмотра. А я пока посплю. Надо добить. Сейчас мы ее добьем. Скрылась под водой. Под ранок он под воду ушел. Один свистунок прилетал. Я ему под ранок сделал. Вот он. Под воду ушел, и все, больше я не вынырил. Встали, да? Надо опять поднимать на веслах. Ну вот и закончили мы нашу весновку. Мы немножко подостряли, на мель сели, потихоньку через кусты, через траву пробираемся. Ну и ладно. Всем не хвостанить чешуи. Всем пока. Не забывайте подписываться на канал. Оставляйте комментарии. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok